Русские шпионы схлестнутся с американскими в Греции. Армии и войны, военное обозрение 30 сентября 13.33 Русские шпионы схлестнутся с американскими в Греции. Еще один член НАТО выбирает между российским ЗРК и американским истребителем. Ф-35. Владимир Тучков. Комментарии в просмотров 4371. На фото, зенитно-ракетные комплекса С-300, фото, Дмитрий Рагулин, ТАСС. Страсти по поводу внедрения российской военной техники в страны, входящие в НАТО, продолжают накаляться. На сей раз объектом гнева США может стать Греция. Нет, эта страна не собирается купить зенитно-ракетный комплекс, выпущенный концерном «Алма-Сантей». Она уже владеет двумя дивизионами комплекса С-300 «Фаворит». И теперь встал вопрос о модернизации комплекса силами российских специалистов. Вот по этому поводу и наметилось напряжение между Афинами и Вашингтоном. Правда, Вашингтон пока еще не сказал своего последнего слова. За него говорят натовские функционеры из европейских стран. И говорят они о том, что если Греция решится на допуск российских инженеров к своим ЗРК, то не видать ей американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения «Ф-35». Потому что это может привести к снижению боевого потенциала в ВВС стран, владеющих новейшим американским самолетом. И Греция, похоже, готова пойти на эту жертву ради того, чтобы привести свой комплекс к современному состоянию. История появления у Греции российского комплекса С-300 относится еще к прошлому веку. В 1996 республика Кипр, то есть греческая часть острова, не входящая в НАТО, купила у России два дивизиона ЗРК С-300ПМУ-1. Комплексы были доставлены. Но поставить их на боевое дежурство не удалось, поскольку против этого резко выступила Турция, заявившая, что это нарушит хрупкий региональный военный баланс. Турцию поддержали США и Великобритания, которая держит на острове свои военные базы. Шойгу прижимает флот к берегу. Россия отказывается от статуса океанской державы. Денег нет. В 2006 году дело сдвинулось с мертвой точки. Греция добилась права пробрести и установить у себя кипрский ЗРК. И это также было непросто, поскольку Штаты, надо сказать, отнеслись к этому с неодобрением. Но, к счастью, до выкручивания руки и использования тяжелой дипломатической артиллерии дело не дошло. Но лишь в 2013 году комплексы спробовали в учебных стрельбах. С-300 ПМУ-1, установленный на острове Крит, поразил активно маневрирующую цель на высоте в 2000 метрах, находившуюся на удалении в 30 километров. В 2015 году разразился скандал, спровоцированный информационным агентством. Была распространена информация, согласно которой Греция приняла участие в совместных с Израилем учениях с использованием С-300 ПМУ-1, в ходе которых израильские военные досконально изучили российский комплекс. Были получены бесценные сведения, которые позволили израильским пилотам истребительной авиации преодолевать сирийскую зону противовоздушной обороны для нанесения ракетно-бомбовых ударов по военным объектам, как самой Сирии, так и Ирану. А также по территории Ирана, который эксплуатирует четыре дивизиона С-300 ПМУ-2. Греция немедленно выступила с отповедью к левитникам. В официальном заявлении Генштаба ВВС Греции говорилось, публикации в некоторых электронных СМИ со ссылкой на телеграмму агентства Рейтер, которые касаются учений военной авиации иностранного государства для борьбы с греческой противовоздушной системой С-300, являются абсолютно необоснованными. Генштаб ВВС заявляет, что никогда не проводил подобного рода учений с какой-либо третьей страной. Военная авиация не раскрывает конфиденциальную информацию об оперативных возможностях и данных. Отповедь, конечно, была. Однако, как говорится, осадочек остался. Сирийская армия оснащена именно комплексом С-300 ПМ-2. Тут, конечно, можно говорить о сговоре Тель-Авива с Москвой по поводу режима доступа к объектам. Но этот сговор распространяется на работу ЗРС С-400, которая обслуживается российскими военными. АС-300 это сирийское вооружение, которое осад может использовать по собственному усмотрению. Так почему же грекам понадобилась модернизация С-300? По той простой причине, что Россия способна существенно повысить боевые способности комплекса. Ведь модификация С-300 ПМ-1 появилась в начале 90-х годов. С тех пор прошло почти три десятилетия, в течение которых концерн «Алмаз-Унте» усиливал характеристики своей продукции. Предполагается, что модернизация должна быть выполнена до уровня С-300 ПМ-2. Появится дополнительная ракета 48Н6Е2, в связи с чем дальность перехвата возрастет со 150 км до 200 км. Это, конечно, существенно. Но основные преимущества будут получены от модернизации системы управления и входящих в состав комплекса РЛС. Благодаря этому удастся существенно увеличить помехоустойчивость и многоканальность комплекса, а также сократить время реакции. С-300 ПМ-2 способен одновременно сопровождать уже не 12, а 72 цели. И одновременно обстреливать не 6, а 36 целей. При этом улучшается способность комплекса перехватывать низколетящие цели. Радиоэлектроника С-300 ПМ-2 способна обнаруживать цели СЭПР до 0,02 кВ.М. То есть все невидимки для него вполне видимы. Вполне понятно, что грекам такая модернизация более чем интересна. Не случайно, они готовы отказаться от поставок в свои ВВС американских истребителей. Правда, эти поставки пока не запланированы, поскольку Греция входит в пятерку так называемых потенциальных покупателей этого самолета наряду с Сингапуром, Румынией, Испанией и Польшей. В апреле этого года министр обороны Евангелос Апостолакий заявил, что для поддержания боеспособности отечественных ВВС недостаточно модернизации истребителя F-16 до его последней модификации. Нужна еще и свежая кровь, то есть F-35. Американцев модернизация греческого ЗРК С-300 не устраивает. Поскольку в этом случае России могут быть получены секретные данные по F-35. Российские специалисты, допущенные к греческому комплексу для проведения на нем пусконаладочных работ, могут получить доступ к секретным кодам системы опознавания свой-чужой. И это будет катастрофой. Помимо этого для русских открываются и иные перспективы, если они тайно оснастят комплекс программными закладками, которые будут передавать в эфир, ведь RLS является передатчиком, прочие данные. Например, было бы крайне полезно получить сведения о том, насколько же малозаметен хваленный американский истребитель. Американский генерал решил воевать не с Россией, а с КНР, насколько российская армия отстанет от NOAC через 10 лет. А у радара данного самолета с активной фазированной антенной решеткой прекрасные возможности для сбора такого рода информации. Он занят не только активной локацией, но и осуществляет связь, и распространяет сигналы радиоэлектронной борьбы, и производит картографирование местности. Также может осуществлять радиоэлектронную разведку. То есть в пассивном режиме собирать данные об электромагнитном излучении наземных объектов и кораблей. В сборе такой информации по всему свету Пентагон остро заинтересован. Любопытно, что после публичного заявления Ларса Геймбла нота протеста не была передана в американское посольство. То есть большому брату. Поговорили и разошлись. Но перед этим Геймбл заверил общественность в том, что норвежские инженеры создадут фильтр, который воспрепятствует утечке информации. Возвращаясь к греческой проблеме, следует сказать, что никаких контрактов на модернизацию ЗРК пока не существует. Россия готова провести необходимые работы. Греция готова выйти из очереди за истребителем-шпионом. Военное обозрение. Шойгу прижимает флот к берегу. Военные новости. Военные рассказали, как боевики модернизируют дроны для атак на Хмеме. Субтитры создавал DimaTorzok